Многие начинающие вегетарианцы задаются вопросом, откуда им получать необходимые для организма омега-3 жирные кислоты. Я назову вам продукты неживотного происхождения содержанием этой кислоты. Растительное масло. Самыми надежными источниками омега-3 жирных кислот считается льняное, кунжутное, кедровое, рапсовое и оливковое масло. Из перечисленных масел льняное считается самым ценным маслом. В нем содержится в 3 раза больше омега-3 жирных кислот, чем в рыбьем жире. В льняное масло можно добавлять в вегетарианские супы, каши и овощные салаты. Также отмечу, что в соевом и горчичном масле близкое к идеальному соотношению омега-3 и омега-6 жирных кислот. Семечки. В одной чайной ложке льняных семечек содержится дневная норма омега-3 жирных кислот. Для того, чтобы очистить организм от токсинов, достаточно употреблять в день 2 столовых ложки льняных семечек. Также на омега-3 жирные кислоты богаты тыквенные, горчичные и подсолнечные семена. Льняные семена лучше всего перемолоть, затем добавить в каши и салаты. Для вегетарианцев, не употребляющих рыбу, семена льна являются прекрасной альтернативой. Орехи и бомбы. В большом количестве омега-3 содержится в соевых бомбах, а также в производных сои типа тоху. Но так как весь рынок и производство у нас заполнено гомолосоей, лучше всего из бобовых употреблять в пищу орехи к кешью, грецкий орех, бразильский орех и кедровые орешки. Зеленые овощи, корнеплоды и зелень. Употребляя ежедневно белокочанную, цветную, брюссельскую капусту, брокколи, шпинат, кабачки, матераны, базилик, а также редис, репу и топинангу. Ваш рацион будет богат ненасыщенными жирными кислотами, в том числе и омега-3. Их можно добавлять в похлебки и салаты. Я каждый день употребляю 1 чайную ложку семена льна. А как Вы заменяете свою суточную норму омега-3 жирных кислот? Напишите в комментариях.